Ну, обезумевшая Московия, возглавие ФСБ, уже и мертвым Путиным, дорогие друзья, никакого живого Путина давным-давно нет. Сплошной фейк, мы видим вот этого фальшивого Путина, фальшивого двойника, вот эту рожу, которая выдает себя за Путина. Вот все они хотят напасть на Балтийские страны, особенно они хотят напасть на Латвию, тем самым доказать, что нет никакого НАТО. Разрушить тем самым НАТО, что сказать, что НАТО не вступило за Латвию, потому что они побоялись вступить за нее. Ну, и все это будет разворачиваться, скорее всего, в период безвремени, начиная уже с весны, готовятся такие планы. Ну, а окончательно и бесповоротно приступить к этому плану они могут даже осенью, особенно когда будет период безвремени. Да, один президент Америки уже не президент, например, Джо Байда, а другой еще не приступил к своим обязанностям. Поэтому, конечно, будет, по крайней мере, Российская Федерация хочет сделать такой гибридный заход в Балтийские страны, отрезать их через Сувалский коридор, ну и тем самым показать, что нет никакого НАТО. И разрушить эту, как бы, составляющую, тем самым потом и захватить после этого Украину, потому что если НАТО уже не будет сражаться за Балтийские страны, то уже точно никто не будет давать оружие и, значит, помощь Украине, в том числе и материально. Но что-то мне подсказывает, что Балтийские страны будут защищать наши соотечественники, ЗСУ будет и там. И ЗСУ даст в зубы и в Балтийских странах, и как бы им не хотелось захватить Балтийские страны, ничего у них не получится. Но провокация такая есть, и я знаю, абсолютно уверен, что 2024 год приведет к тому, что будет напрямую столкновение между НАТО и Московией, между НАТО и Российской Федерацией. И рано или поздно мы все равно придем к тому, что НАТО будет воевать с Российской Федерацией. Но особенно к этому склоняет конец 2024 года. И я абсолютно убежден, что в 2025 году это точно случится. У нас будет продолжаться и дальше идти вялая война. Действительно, практически ничего не было сдвинуто, никакой фронт в 2023 году. Примерно такая ситуация будет продолжаться и в 2024 году. Что может сделать Россия благодаря тому, что она нападет на Балтийские страны, или на Сувалский коридор, на Германию может продвинуться, на поляков. Тем самым отбить желание у западных стран помогать Украине, сосредоточиться на своих целях, на защите НАТО, которая будет трещать по всем швам. Самая главная задача Российской Федерации, чтобы ни копейки денег, никакой помощи не было от западных стран, ни 61 миллиард долларов, которые сейчас нам задолжали американцы, ни 50 миллиардов долларов от Европейского Союза. Просто все это, чтобы не было никакой помощи к нам, и чтобы они полностью сосредоточились на своей войне. Что произошел эффект Израиля, когда началась война в секторе Газа, то есть был отвлечен некий такой, я бы так сказал, объект и фокус этой войны. И чем будет больше таких расфокусовки по всему миру этих войн, тем меньше будет обращать внимание на Украину, это добивается Российская Федерация, тем, скорее всего, они перестанут нам давать помощь. Главная задача, значит, это гибридная война против балтийских стран и НАТО, чтобы наконец-таки Европа перестала помогать финансово Украине. Это добивается Российская Федерация абсолютно. Но, к сожалению, в отличие от Украины, значит, балтийские страны, они могут захватить за один-два дня. Вот то, что Путин мечтал сделать в Украине, там за три дня взять Киев, это они могут сделать как раз балтийских стран. Ну, я могу сказать, что, скорее всего, не получится у них сделать это весной и летом в ближайшее время, потому что будут происходить на территории балтийских стран и в Германии, и в Польше массовые учения НАТО. И пока учения не закончатся, шансов никаких, наверное, не будет у РФ. Ну, вроде бы, заканчиваются все эти учения в ноябре, в декабре, когда будет уже зима, и вот там наибольшие шансы, что Российская Федерация может за пару дней взять Ригу, Таллину, я не знаю, Вильнюс. Ну, Литва, кстати, более защищена, но Латвию и Эстонию они могут взять за пару дней. Редактор субтитров А.Семкин